Здравствуйте! С вами Марина Ракалина и порция практических советов. Присоединяйтесь! Я решила пополнить коллекцию жимолости синей. Дело в том, что смородину у нас никто не хочет есть. Старые кусты смородины удаляю и высаживаю кусты жимолости синей. За что ценится жимолость? За ежегодные суперранние урожаи. Высокой зимостойкостью и на одном месте она может расти до 50 лет. А еще жимолость не подвержена возвратным весенним заморозкам. Одни плюсы. Но следует знать, что культура она строго перекрестно опыляемая, поэтому на участки желательно посадить два разных сорта, но лучше три-четыре. У меня саженцы закрыты корневой системой, поэтому высаживать их можно в любое время. Но самое лучшее время для посадки жимолости считается осень, потому что весной она слишком быстро распускается. Я сделала посадочные ямы глубиной 40 см, шириной 60 см. Высаживать кусты желательно на расстоянии 1,5-2 метра, но так как у меня участок маленький, я всегда нарушаю все нормы. И мои кусты будут посажены всего лишь через метр. Жимолость очень любит органику, поэтому в верхний выбранный слой из ям я добавляю конский перегной и одно ведро небольшого компоста. Компост свой органика это, конечно, классно, но не всегда в органике есть все необходимое для того, чтобы саженцы классно укоренились и хорошо пошли в рост. Чтобы обеспечить своим растением бесперебойное питание, я добавлю ионитный субстрат. Для того, чтобы увидеть видимый эффект от применения, на 1 литр грунта нужно взять 1-2 столовые ложки анитного субстрата, но я обычно добавляю 1 или 2 стакана на посадочную яму. Эта питательная добавка никак не относится к минеральным удобрениям. За основу взяли циолит, так как у него высокая способность к ионному обмену, и при помощи специальной технологии обогатили вы ионами питательных веществ. Когда вы используете минеральное удобрение, то вы знаете, что растение расходует его приблизительно на 30%, а вот балласт все неизрасходованный, уходит в нижние слои и закисляет почву. Вот в этом и отличие. С этой питательной добавкой такого не будет. Особенностью этой добавки является то, что действие пролонгированное. То есть растения могут брать постепенно питание, то есть по мере необходимости, до 3 лет. То есть ни одной дополнительной подкормки вам делать более не придется. Из этой питательной добавки растение получает питание по запросу. То есть корень выделяет метаболит и в ответ получает нужный ему ион питания. То есть растение никогда не будет голодать. Чтобы саженцы лучше прижились, нужно опудрить корневую систему ионитным субстратом. Ожог исключен. Это невозможно. Посадка закончена. И самый идеальный вариант – это замульчировать вновь посаженные кустарники. Я буду использовать кору лиственницы. Цион выпускают в разном объеме. Пакеты весом 3,8 кг, пакеты 2,3 кг и баночки по 700 г. И, пожалуй, еще очень одно большое преимущество этой добавки в том, что вот где вы ее положили, там это питание останется. Ни с дождями, ни с талым снегом питание в нижние слои не уходит. Это невозможно. Взять его могут только растения. А посадила я жимолы с бакчарской селекцией. Сорта одни из самых крупных на сегодняшний день. Это бакчарский великан. Вес ягод 1,8 кг и сорт «Восторг». Здесь ягода уже свыше 2 кг. При посадке своей жимолости я использовала питательную добавку «Цион» для плодово-ягодных культур. Хотите хороший урожай? Его обеспечит «Цион». «Цион» не удобрение, а умная добавка к любому грунту, которая даст вашему растению сбалансированное питание в нужный момент, в необходимом количестве и без лишних хлопот. Натурально, без нитратов. «Цион» – урожай, что надо.